Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» приходит много вопросов о милосердии. Как творить милостыню тайно? Ведь в Святом Евангелии мы видим заповедь Христа Спасителя о том, что надо творить милостыню так, чтобы правая твоя рука не знала, что делает левая. И, естественно, внимательно читающий Священное Писание человек, у него не задается вопросом, а как исполнить эту заповедь? Как творить дела милосердия и в то же время сделать это так, чтобы не то, что правая твоя рука не знала, что делает левая, а чтобы как можно меньше людей об этом узнали? Потому что если заповедь Спасителя о молитве, что молиться надо тайно, войдя в комнату свою и затворив дверь свою, и помолиться Отцу Твоему, Который в тайне, и Отец, видящий тайны, воздаст Тебе явно, а милостыня так или иначе, ее делаешь среди людей, и она не останется незамеченной. Преподобный Паисий Святогорец, один из выдающихся святых нашего времени, очень рассудительный старец, отвечая, например, на такой вопрос, говорил следующее. Добродетель обязательно сама себя выдаст. Как бы человек ни старался скрыть ее, а скрывать добродетели однозначно мы должны, добродетель рано или поздно себя выдаст. И описывает такой случай из своей жизни, когда он подвязался в одном из особожитных монастырей на Святой горе Афон. Напомню в общих чертах, что есть монастыри с общежительным уставом, а есть особожительные. Сейчас в настоящее время на Святой горе Афон уже все монастыри имеют общежительный устав. А во время юности преподобного Паисия там были монастыри особожитные. Что значит особожитные? Это монастыри, где братья, исполняя какие-то послушания, каждый как бы более-менее свою внутреннюю духовную жизнь упорядочивает сам. Все вместе только бывают на богослужении, исполняют послушания, и от монастырского начальства, от эконома, получают малое денежное вознаграждение за те послушания, которые они исполняют в монастыре. И вот в одном из этих монастырей, подвязался монах, которого все прозвали Скрягой. Почему Скрягой? Все остальные братья, получая малое вознаграждение, ясно, что речь идет здесь не о каких-то больших денежных средствах, но хоть малое вознаграждение за свои труды, они щедро раздавали милостыню. А этот монах практически никому ничего не давал. Все знали, что у него бесполезно что-то попросить, и поэтому его прозвали Скрягой, старались без нужды его даже не беспокоить. Когда этот пожилой монах скончался, чтобы проститься с ним на Святую Гору, приехали крестьяне, бедняки со всей Халкидики. И каждый из них говорил, этот монах меня спас. Кто-то подходил и говорил со слезами, он меня выручил, когда я был в самой тяжелой ситуации. И когда братья стали расспрашивать, все вот это множество, множество людей, которые пришли проститься со Скрягой, в данном случае Скрягой в кавычках, выяснилось, что этот благоразумный монах, чтобы скрыть свою добродетель, что он делал? Те материальные средства, которые он получал, он их складывал в отдельное место, потом узнавал, что если какой-то крестьянин живет вообще на грани нищеты, он покупал ему вола. А в то время, имея вола или имея лошадь, можно было действительно трудиться, перевозить лес. То есть он таким образом оказывал более крупную помощь именно тем, кто действительно нуждался. И дело это настолько тайно и незаметно, что в течение всей своей жизни свою добродетель скрыл. И вот когда с ней прощали, все плакали и говорили, если бы не он, моя семья пошла бы по миру. И все говорили, вот если бы не его помощь, мы бы сейчас умерли бы с голоду. Вот преподобный Паисий Святогорец, именно вот этот пример приводит для чего? Что добродетель, даже если ты стараешься делать ее тайно, все равно она когда-нибудь тебя выдаст. Но выдаст она и так Богу угодно, и это, конечно, более правильно, она выдаст тебя уже после твоей кончины, когда человеческая похвала уже не повредит твоей души. И в противоположность преподобный Паисий приводит другой пример. Когда он подвязался в монастыре Стамион в Коннице, а он восстанавливал эту обитель, то нашлись такие деятельные, решительные, практичные люди, такие есть всегда, и такие люди к церкви обращаются. И вот пришли в обитель Стамион, где преподобный Паисий подвязался, и он, по сути, был единственным насельником и одновременно игуменом, он эту обитель восстанавливал. И говорят Геронта, Геронта по-гречески старец, вот есть хорошая традиция на праздник Рождества Христова, так сказать, раздавать подарки. Давайте вместе организуемся, соберем какие-то, так сказать, подарочки и на городской площади раздадим их во славу Божию. Преподобный Паисий говорит, это хорошая мысль, давайте так сделаем, но давайте сделаем это тайно. Они сказали, да что вы, Геронт, вы не понимаете, что ли? Необходимо хорошая, как сейчас говорят, реклама, необходимо широкое освещение, то есть это должна быть, ну, как бы мы сказали современным языком, дорогие друзья, всем вам понятно, это должна быть акция, как бы в рамках какой-то акции. Вот на праздник Рождества Христова надо масштабную провести сначала огласительную кампанию, чтобы собрались люди, и, конечно, тогда не было интернета, и, может быть, не было так много фотоаппаратов, но, тем не менее, чтобы была широкая огласка. Преподобный Паисий уговаривал этих людей не делать так, но они его не послушались. Макнули рукой, ну, что может понимать этот монах, монах этого бедного монастыря, что он может понимать в благотворительности? Собрались, сделали широкую огласку, к определенному времени на площади собралось столько людей, и, как преподобный Паисий Святогорец, отнюдь без осуждения, а в свойственную манере, говорит, собрались те люди, которые ни в чем не нуждались, но бойкие, решительные. Они налетели на тех, кто раздавал эти подарки, все себе собрали, а по-настоящему нуждающиеся были отодвинуты, выгнаны с этой площади, и практически никто ничего не получил. А когда организаторы этого благотворительного мероприятия даже пытались хоть как-то все упорядочить, они еще, как преподобный Паисий пишет, «ва славу Божию получили по шее». Вот как иногда бывает. Поэтому добродетель, особенно добродетель и милосердие, безусловно, надо делать, безусловно, надо помогать. И может быть, я прошу правильно понять мои слова, дорогие мои друзья, может быть, и неплохо, когда православные христиане тоже участвуют в каких-то акциях, в каких-то мероприятиях, так или иначе приурочены к какому-то празднику. Ничего нет плохого на праздник Рождества Христова детишкам или, допустим, находящимся, так сказать, в детских домах или многодетным семьям, находящимся где-то на грани нищеты, помочь в рамках какого-то мероприятия, в рамках какой-то акции. Это неплохо. Но все-таки лучше стараться делать все по-евангельски, делать все во славу Божию, без широкой огласки, не искать себе благодарность на земле. Потому что та добродетель, которая получит здесь, на земле, огласку и благодарность, это, по изречению многих святых отцов, это как пустая добродетель. Да, это добродетель, безусловно, но она лишит тебя награды. И в Священном Писании Господь об этом неоднократно говорит, что поступающие так уже получают на земле награду свою. Награду в виде чего? Человеческие похвалы, человеческие, так сказать, поддержки, признательности, огласки и так далее. Но теряют высшую небесную награду. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok